Привет, друзья! Сегодня снова поговорим о свежих новостях Германии и Европы. Впереди много интересного, поэтому досматривайте до конца. Новая неделя и новые события. Одно из них без привлечения стало настоящим сюрпризом. Начну мой выпуск неожиданной новости, которая потрясла всех в Европе. Что же произошло? В Германии в СДПК решили взяться за кошельки самых богатых. В Бундестаге они предложили не просто увеличить налоги для тех, кто окупает свою роскошь, но и обложить налогом их имущество. Вице-председатель парламентской группы СДПК Яхимпост, например, заявил, пора вводить справедливый налог на наследство и пересматривать правила управления долгом и нацелиться на активы тех, у кого миллионы. Пора брать больше тех, кто может себе это позволить, говорит он. Цель сделать так, чтобы около 95% налогоплательщиков, особенно представителей рабочего класса и семьи, почувствовали это в своих карманах за счет снижения налогов. Как говорит пост, речь идет не просто о богатых, а о том, чтобы наконец поддержать тех, кто тянет на себе вообще всю Германию. Но это не просто красивая риторика. Еще в 2021 году СДПК заявляло, если у вас очень крупные активы, то пора делиться. Они хотят вернуть налог на имущество, который был отменен в 1997 году и предложили ввести скромный, по их мнению, налог в 1% для сферы богатых. Это означает, что огромный капитал наконец перестанут уходить от налогоблажения, а малый и средний бизнес не пострадают. Предприятия будут освобождены от этого налога. И вот интересный момент возникает. Люди это поддерживают. Согласно опросу Форса, 62% немцев готовы к тому, чтобы миллионеры платили больше. Это не просто налоговая мера, это социальная справедливость в Германии. Ведь пока одни копят миллионы, другие продолжают бороться за каждый евро. И кроме того, СДПК обещает фундаментальную реформу подоходного налога. Доходы свыше 15 тысяч евро в месяц будут облакаться уже повышенными ставками. Этот шаг, который многие считают давно назревшим. Так что можно готовиться. Если ваши доходы зашкаливают, СДПК уже идет за вами. В Версенау, район Оснабрюк, произошел ужасный несчастный случай на сельхознательном предприятии, который вообще потряс всю Германию. 27-летний сотрудник из Текленбурга серьезно пострадал во время работы с подборщиком. По неизвестным причинам, его левая рука попала в машину и произошла трагедия. Рука была зажата и оторвана. На место происшествия незамедлительно прибыли спасательные службы и пострадавшего доставили в больницу на вертолете. Сейчас врачи борются за его жизнь. Ну а полиция начала расследование, что выяснить причину случившегося. И это напоминает, насколько важны безопасность и осторожность на производстве. Ведь даже одно мгновение может изменить жизнь вообще навсегда. И не только в Германии. И вот забастовки в Шлезвик-Голдштейне совпадают с другим значимым конфликтом. Это в Вольксвагене. Как и водители автобусов, бывший менеджер Вольксваген борется за свои права и подавая в суд на компании за отмену обещанных выплат. Оба случая подчеркивают нарастающее недовольство работников в разных сферах и усиливающийся накал трудовых споров. Вольксваген оказался в центре судебных разбирательств в Германии. Около 120 бывших руководителей компании подали иски, оспаривая меры жесткой экономии в компании. Эти менеджеры, ушедшие на досрочную пенсию, требуют повышения зарплаты компенсации в 1000 евро для борьбы с инфляцией. А спор касается обещаний, данных в марте 2023 года, которые компания впоследствии не выполнила, сославшись на кризис и программу экономии. А что же требуют менеджеры? Руководитель настаивает на том, что повышение зарплат, полученное рядовыми сотрудниками в рамках коллективного договора, должно распространяться и на них. Они оспаривают отказ Вольксваген выполнить это обещание и требуют компенсации. Вольксваген же, и какая у него позиция? Отрицает обоснованность исков и готов защищать свою позицию и дальше в суде Германии. Первая волна судебных дел уже рассматривается, и решения ожидаются уже в ближайшее время. А все-таки кризис продолжается. И на фоне слухов о закрытии заводов и массовых сокращений персонала, Вольксваген сталкивается с серьезными вызовами сейчас уже в Германии. Финансовая неопределенность накладывает этот отпечаток и на будущие стратегии компании. Судебные разбирательства только подогревают напряжение внутри концерна, которые борются за свое будущее в условиях жесткой экономии сейчас. А вот в минувшее воскресенье город Фехта пережил сильный шторм, в результате которого была серьезно повреждена даже крыша окружного административного дома, как видите. Порывы ветра сорвали 30-метровую часть крыши, вызов угрозы обрушения. Несмотря на это, здание остается доступным для работы, и хотя парковка по-прежнему сейчас закрыта. В воскресенье спасательную службу оперативно заделали поврежденные участки. И сейчас полиция предполагает, что причиной разрушения мог стать и торнадо, хотя официального подтверждения от метеорологов пока нет, конечно. В других частях Нижней Саксонии также были зафиксированы серьезные повреждения. В городе Штур металлический гараж был буквально вырван из земли и врезался в дом. К счастью, обошлось без пострадавших. Шторм напомнил жителям региона о силе природы и опасности торнадо, которые в этих краях вообще случаются редко, но всегда внезапно. А вот понедельник начался с частичных перебоев и задержек на легкорельсовом транспорте в районе Карлсроя. Профсоюз организовал предупредительную забастовку из-за тарифного конфликта в общественном транспорте, что повлияло на работу. Несмотря на это, утром на вокзале Альберта серьезных проблем не наблюдалось, и влияние забастовки оказалось минимальным, как отметил Ян Блекерт из Верди. Забастовка затронул сотрудникам, которые занимаются обслуживанием вагонов и подвижного состава. Хотя большинство линий продолжали работать как обычно, лишь немногие работники АВГ поддержали эту акцию. И, например, в Этлингене около 50 забастовщиков провели митинг, требуя повышения зарплаты на 350 евро в месяц и компенсации инфляции в размере 1300 евро. Забастовка затронула школьные автобусы в районе Рейннеккер. И сотрудники компании ШВЕК, Вислахи и Зинсхайме, объявили его при остановке своей работы в Германии. Ситуация накаляется. И, например, считают, что предложение работодателю о 3% увеличении зарплаты неадекватным, когда, как работодатель считает, требования профсоюза завышены. И переговоры продолжаются и будут продолжаться и далее. А вот на небесах уже другие новости. Авиакомпания Condor, следуя примеру Ryanair Eurowings, также объявила о сокращении своих рейсов из Фюльстбютеля в следующем году. Причина этого повышения аэропортовых сборов в Гамбурге. И что негативно сказалось на программе полета в Германии. Condor сокращает общую программу полетов из Гамбурга на 13%, полностью исключив рейсы на греческий остров Самос и испанскую Малагу, а также значительно сократив количество рейсов на Кос. Первоначально компания планировала добавить 4 новых направления из Фюльстбютеля, но теперь эти планы, конечно же, отменяются. Генеральный директор Condor Питер Гербель отметил, что это решение стало логичным шагом в ответ на угрозы и непропорциональное увеличение расходов на заработную плату в Гамбурге. Недавно Ryanair сообщила о сокращении своего расписания в Гамбурге на целых 60%, а Eurowings объявила об отмене более 1000 рейсов. Например, Кристиан Кунч, председатель отправления аэропорта Гамбурга, выразил недовольство, отметил, что эти события создают впечатление, будто аэропорт стал полем для политических споров на федеральном уровне в Германии. Авиакомпании, по его словам, просто напрягают мускулы в преддверии переговоров по оплате труда, что продемонстрирует свою мощь другим аэропортам Германии. И Петер Клефман, например, комментируя ситуацию, отметил, что обсуждение чрезмерных трат отвлекает внимание от важной роли авиаперевоза к вопросам изменения климата. С увеличением сборов на 2,3 евро с пассажиром, стартующих с апреля следующего года, ему кажется, что авиакомпании стремятся к максимальному освещению своих проблем в СМИ, создавая тревожные сценарии для пассажиров. И таким образом, в ближайшем будущем пассажирам из Гамбурга, похоже, стоит готовиться к изменениям в расписании, потенциальным задержкам. А вот пока компания Илона Маска в SpaceX успешно приземлила на стартовую площадку первую ступень ракеты уже Starship, в Груинхеде, это Одершпрее, разворачиваются другие события в Германии. В понедельник активисты снова заблокировали строительную площадку Tesla, протестуя против расширения завода. То есть, один из участников акции приковал, например, себя цепью к дереву, как видите, а въезд на стартовую площадку был заблокирован еще и бревном, и веревками. Полиции, конечно, удалось освободить эту территорию, сбив активиста с этой высоты, этой высоты аж 6-8 метров, и не причинив ему при этом вреда. Это событие лишь часть серии протестов, направленных на защиту лесов и водных ресурсов региона. Активисты из группы «Останови Тесла» выступают против вырубки леса и дальнейшего увеличения производственных мощностей завода, считая, что это может нанести вред всей экосистеме. Недавно, например, были захвачены экскаваторы на строительной площадке, чтобы помешать строительным работам, но, несмотря на это сопротивление, работы и вообще продолжаются. Тесла планирует расширить завод, создав новые склады и товарные площадки, что, конечно же, вызывает волну недовольства среди экологов и местных жителей в Германии. Тем временем ведутся переговоры по водоснабжению завода и в планах снизить объем потребляемой воды, но с более высокими лимитами. Протесты не утихают, и активисты обещают продолжать борьбу, чтобы восстановить дальнейшее расширение Теслы в регионе. Что вы думаете об этом? Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова